Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самарагист. Мы рассказываем о бродящих собаках и кошках, которых нашли на улице или живущие в приютах и, самое главное, которым нужен свой дом и любящие владельца. Итак, что вы сегодня увидите в нашей программе? Как всегда, видео-визитки о собаках, которым ищем владельцев. Посмотрите, обратите внимание, все собаки проверены на социальную безопасность, на отсутствие явной мотивированной и немотивированной агрессии. Далее знакомим с профессией ловца и беседа с гостем студии. Сегодня у нас ветеринарный врач Екатерина Лаэтина, стационара временного содержания домашних и бездомных животных. Итак, поговорим сегодня о сезоне прививок, сезоне клещей и о поиске новых семей собак, находящимся в центре временного содержания. Еще лет 10 назад не стоял так острый вопрос с бродячими животными. Эту проблему мы стали все больше ощущать после 2018 года, после принятия закона об ответственном содержании животных и программе ОСВВ. Отлов, временное содержание, стерилизация и выпуск обратно в свою среду обитания. Ну и у нас вот на этом фоне я хочу задать вопрос, можно ли сказать, что вы лично, да, и большинство ветеринарных государственных и негосударственных врачей хорошо знакомы с программой ОСВВ или, по крайней мере, приходилось сталкиваться? Да, верно, приходилось. А вот в каких аспектах и какая причина того, что вы касаетесь вот этой программы ОСВВ? Отлов, стерилизация, выпуск? С нами связывают и с нашим стационаром неравнодушные граждане, которые хотят узнать, как связаться с этим отловом, как вступить в эту программу для животных, за которыми они наблюдают, за которыми они ухаживают на улице, например, во дворе, у места работы, у магазинов. Они узнают у нас, как связаться с отловом, что для этого сделать и как вообще происходит эта сама система. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Ну вот, дело в том, что очень многие люди, когда просят забрать у них животное, они сталкиваются с такой проблемой, что не хватает места в этих самых приютах. Вот в этой связи что делать? Как вы помогаете в таких ситуациях? Да, все верно. К сожалению, все приюты переполнены, мест действительно может не быть. И отказывают они не по той причине, что не хотят брать животное, а банально, потому что нет мест, куда поместить это самое животное, кошку, либо собаку. Когда люди обращаются к нам с такой проблемой, мы им говорим, как они могут поступить своими силами, где размещать объявления, какие обработки необходимо провести животному до момента отдачи. Мы стараемся оказать всю информационную поддержку для таких заинтересованных людей. Вакцинация или стерилизация какая-то вот именно подешевле, чтобы было, чем, допустим, в других клиниках? Да. Что-то делаете? Да. Мы заинтересованы в уменьшении популяции бездомных животных, поэтому у нас есть программа льготной стерилизации. Называем мы это стерилизацией в простонародье. По сути, это кастрация, полное удаление, аварию и гистероктомия. У нас есть льготные цены для бездомных животных на саму операцию, на передержку, на последующие какие-то консультации по необходимости. А с каким вопросом чаще всего приходят люди, которые забирают себе бродячих животных с улиц города? Люди, которые хотят взять в дом бездомное животное, собаку либо кошку, обращаются к нам с таким вопросом. Что мне нужно сделать? Как мне к этому подготовиться? Особенно люди, у которых ранее не было такого опыта. Какие обработки мне необходимо провести собаки? Как мне обезопасить животных, которые, возможно, у них уже дома есть? Момент социализации, знакомство с другими животными, с членами семьи, адаптация, социализация. А приходится сталкиваться с людьми, которые вроде как бы сначала забирают это животное, а потом говорят, нам оно не нужно, либо к маме обращаются, либо просто они его выбросают? Да, безусловно, каждый день мы получаем звонки от людей со словами, я переезжаю, у меня родился ребенок, заберите животное. Мы объясняем, забрать мы не можем на данный момент, если мы не можем, если можем, конечно, мы берем. Ну, слушайте, ну, вообще как бы причина того, что люди даже, ну, переезжают, у меня очень много примеров, когда люди брали, забирают с собой собак, допустим, в другие страны, там, уезжают, допустим, в Казахстан, там, допустим, в Армению, в Грузию даже. Недавно, в прошлом году у меня люди уезжали, они взяли собаку с собой, все, и человек, ну, человек взял собаку с собой, и великолепно, так сказать, и, ну, естественно, там, помог в командировке полгода, да, и потом вернулся назад в Россию, и также с этим собакам. Ну, причина-то, почему люди? Это что, как-то или безответственность, или просто, ну, нежелание как-то там, ну, что там, ну, покормить собаку надо, там, два раза в день, ну, выгулить, это же выгулить, это же хорошо. Вы говорите, да, приводите пример очень ответственных людей, владельцев, которых мы очень любим, но, к сожалению, не все такие. Люди не хотят брать на себя ответственность, не понимают, что собака, кошка, это живая душа, это живой организм, который также требует внимания, заботы любящего хозяина, а не переходить из рук в руки или, не дай бог, оказаться на улице. А кого чаще приносят вам собаку, кошку? Чаще кошек. А были вообще экзотические какие-то животные? Да, у нас недавно был еж. Да вы что? Еж ушастый, не обыкновенный еж, а еж ушастый. Он оказался у нас во дворе напротив стационара. Такие ежи не проживают на наших территориях ближайших, либо он был домашний, либо кто-то привез. Мы поймали этого ежа перед заморозками, потому что у него не было хорошего места жительства. А мы его обработали, пролечили, у него была рана на лапе, пролечили, провели необходимые обработки и его усыновили. Ее. Это была мадам Ежа Мальвина. Спасибо большое. И так вынужден прорывать наш разговор, так как время смотреть видео-визитки. Что это такое? Напомню, это информация о собаках и кошках, которым нужен свой дом, и хорошие, ответственные владельцы, все собаки. А сегодня будут только они проверены на социальную безопасность. А проще говоря, они не кусаются. По крайней мере, сразу, когда мы их видели, и когда они выходили из-за вольеров. Рыжая с черными полосками шерсти и маской на морде. Ее зовут Лаки, и она ждет своего владельца. Она очень хочет уйти из приюта в свой собственный дом. Обратите внимание на Лаки, где ей около семи лет. А ведь раньше она жила с людьми, которые уехали далеко за границу и оставили ее в приюте твои друзья. Со своими веселая, игривая собачулька. Будет хорошим другом, будет хорошим другом детям, которых знает. Будет хорошим звонком, если частный дом. Ну, как сторож, только как звонок. Кусаться она не умеет. Людей чужих она побаивается. Хороша тем, что маленькая, веселая, игривая. С большой надеждой Лаки смотрит на каждого доброго прохожего, который обращает на нее внимание. А вдруг это ее друг и хозяин. Заберите ее из приюта домой. Обращаться по телефону 8-917-164-59-72. Эту собаку привезли в юном возрасте щенком из-под Кенеля. Вместе со своими сестрами она попала в приют и уже более полутора лет живет здесь. Ей ищет своего владельца и ответственного, и доброго хозяина, который даст ей заботу, и ласку. Собака очень ласковая. Всех любит. В агрессии не замечена абсолютно. Сидит со стерильной сукой. Сидит спокойно, дружит абсолютно прекрасно. Вот, что еще? Ну, сил полно, активности, очень любит гулять. То есть, прекрасная собака, молодая, послушная даже, можно сказать, немножко временами. Так что, прекрасный вариант. Молодая собака, небольшая, больше не вырастет. Поэтому хоть в квартиру, хоть в дом, пожалуйста. Она очень ждет маму с папой, новых хозяев, добрых, любящих. И сама она будет вас очень сильно любить. Заберите Зару из приюта. Ей нужен свой владелец и дом. Обращаться 8-927-266-3565. Эту собаку зовут Дина. Когда попала в приют, она совершенно всего боялась. Была маленькой и несмешленой. За время, проведенное в приюте, она социализировалась. Собака, привязчивая к своим, очень любит поиграть, побегать, но только со своими. С чужими людьми играть не будет, но знакомиться достаточно быстро. Переход у человека от чужого к своему происходит буквально за один день. И если человек захочет ее к себе забрать, достаточно будет один день приехать с ней погулять. И уже на второй день она уже будет знать его как своего и будет с удовольствием с ним играть и общаться. Обратите внимание на Дину. Ей очень хочется уйти из приюта в свой дом. И к своему хорошему другу и хозяину. Заберите Дину из приюта. Сделайте ее счастливой. Обращаться по телефону 8-917-164-59-72. Итак, посмотрели визитки. И тут же возникает вопрос. А как часто удается пристроить собаку или кошку с вашего центра временного содержания на передержке временной? По-разному. Это достаточно сезонный момент. Летом берут реже. По наступлению периода, когда все уже находятся дома, закончились дачи, закончились отпуска, чаще. Кошек берут чаще, чем собак. С собаками все же нужно больше приложить время, терпение и любви к его и социализации в новой семье. Более охотно берут щенков, котят. Людям говорят о том, что вы забираете собаку, что необходимо обратиться к кинологам, что необходимо немножко воспитать. И по большей части, насколько я понимаю, возвращают собак тех, с которыми не справляются. То есть, которые, допустим, очень активны, которые, допустим, не сидят на месте, да, спокойно, им надо где-то что-то гулять, где-то что-то, сунуть свой носик куда-то в какой-то каждый угол. Ну вот, и на улице не могут водить люди. Но почему не обратиться к этим людям? Ну, у нас же много сейчас к кинологов, хороших, профессиональных кинологов. Здесь можно научить, как правильно выгуливать собаку, чтобы она не тянула. Вот это причина. В штате нашего стационара есть кинолог и зоопсихолог, которые адаптируют собак, которые находятся в данный момент у нас на передержке, в поисках дома. Бывают моменты, у каждого животного какие-то свои особенности, как и у людей. Об этих особенностях мы честно рассказываем потенциальным усыновителям. Мы не скрываем правды, что где-то может быть гиперактивное животное, где-то, наоборот, спокойное. И мы призываем обращать внимание при выборе питомца не только на внешность, но все же больше на характер и темперамент. В активной семье спортсменов собаку, которой нужно бегать, которой нужна активность. А пожилым, либо спокойным людям, ту собаку, которая сможет красиво лежать на подушке и просто радовать своих хозяев. Какие-то есть породные особенности, вот дворняжек, скажем так, породные особенности, ну, какой-то принадлежности, там, допустим, мамы или папы, какой-то определенной породии? Кого чаще всего приносят в приют и кого чаще всего приходится пристраивать по семьям? Да, я думаю, такая тенденция у нас прослеживается. Некоторое время назад были очень популярны Джек Расселы, хаски, которых люди бездумно заводили, потому что красивые глаза. Я видел фильм «Маска», он такой там классный. А по сути о породе ничего не знают. Опять же возвращаемся к тому, что выбор чисто основывается на внешности. Это очень активные собаки, которые требуют тренировок, охоты, езды. Люди берут, чтобы просто два раза в день гулять по 10 минут, и чтобы он дома просто спал. Естественно, собака не растрачивает свою энергию, и начинаются проблемы в доме. Но это проблема не собаки, а исключительно владельца, который бездумно и безответственно завел животное. Что значит социализация в вашем центре? В чем она заключается? Беру собаку, иду по улице или что-то? Как там? К нам поступают животные с разными историями. Кто-то был обижен человеком, кто-то родился и вырос на улице. Как понять? Я очень часто слышу вот такой термин, такое продолжение. Вот, его, наверное, очень часто обижали, вот так далее. Но вот сколько я вот хожу по улицам, сколько ко мне, ну, просто вот встречаюсь с людьми, у кого собаки, ну, как-то я редко вижу, что обижали. Может, просто это чисто нервная система такая, генетически врожденная. Безусловно, есть разные реакции. У нас очень много зоов-волонтеров, которые все время... Главная причина появления вот таких собак бездомных такова, что, да, либо... Или там собака боится, да, ее, наверное, обижали, ее, наверное, били, или там в каком-то приюте. Ну, слушайте, так как я очень часто езжу по приютам, я смотрю, ну, там некогда даже просто убрать за собаку, да? Они убирают, и даже, а уж там бить собаку, просто издеваться или там, ну, это, мне кажется, вот... Это не основная причина, но одна из. Как я озвучила, есть и те животные, которые просто выросли на улице, не контактируя с человеком и боясь человека, как что-то неизвестное. Встречаем мы и в том числе животных, которых действительно обижали владельцы. Что мы для этого делаем? Во-первых, у нас небольшое количество собак стационара. Мы не набираем настолько, чтобы мы только убирались у них и не могли никак с ними общаться. У нас качественное общение с питомцами. У нас есть, повторюсь, кинолог-зоопсихолог. У нас трехразовый выгул. Они не сидят у нас в вольерах целыми сутками. По очереди мы их всех выпускаем на территории стационара. Они общаются с людьми, с нами, с врачами, с сотрудниками стационара. Занимаются с кинологом, ходят на площадку тренировочную для собак. Общаются между собой. Социализация животных в среде животных очень важна. А вот кинолог-зоопсихолог. Вот сейчас я слышу такие слова, такое мнение профессиональных кинологов, что это люди, которые больше теоретики, чем практики. Да, поэтому у нас есть отдельно кинолог-практик, отдельно зоопсихолог-теоретик. А, ну, то есть какие-то советы дают на основе каких-то общих показаний по характеру собаки или кошки? Естественно, мы стремимся к системе pet-френдли. Мы стараемся к каждому найти подход, потому что, что у людей есть свои привычки, повадки и темперамент, так же и животные. Собака не есть собака, вот просто собака. Каждая собака, она индивидуальна и прекрасна по-разному. А как вы готовите животное к отдаче? Вот какая процедура есть? К нам поступает животное, кошка либо собака. Первые три недели – это карантин. За три недели может проявиться какое-то заболевание инфекционное, которое находится в инкубационном периоде и еще просто не успела себя показать. Это карантин. По истечению карантина мы начинаем обработки. Стандартная подготовка к отдаче – это деграматизация, обработка от глистов, это обработка от эктопаразитов, от блох и клещей, вакцинация двукратная, либо однократная, но чаще мы прибегаем к двукратной, несмотря на возраст, и стерилизация, кастрация. Вот смотрите, допустим, а человек, который не связан с бродячими животными, но у него нет возможности, допустим, заплатить большие деньги за то, чтобы у него кошка или собака рожала, это тоже к вам можно обратиться? Как вы принимаете роды в вашем центре? Нет, роды мы не принимаем, однако к нам обращаются с такой проблемой, мы можем посоветовать проверенных врачей, которым мы доверяем, которые занимаются непосредственно этой темой. Спасибо большое. Спасибо большое. Время смотреть сюжет. Сегодня я знакомил вас с человеком редкой профессии – ловец. Самая редкая, самая опасная и тяжелая работа – отловщик собак или ловец. Она существует в реальной жизни, но официально такой должности по трудовому законодательству нет. Есть проводник, есть кинолог, есть вожатый питомник из служебно-разыскных собак, а отловщиков пока нет. Но это не мешает Валерию Майорову делать свою работу, в народе иногда крайне непопулярную. Пришел поработать в приют, спасаясь от обыденности и традиционных профессий в жизни. Я пришел работать просто на приют, потому что устал от продаж, от вечной кутюрьмы, и показалось очень интересным. Искал работу долго, показалось очень интересным поработать на приюте. Работал сначала просто уборщиком, разносчиком еды и так далее. И постепенно, постепенно народу не хватало, постепенно стали брать в отлов. Не думал и не гадал, что в принципе может работать в приюте. Собаками никогда не увлекался. Но придя сюда, посмотрев, освоил новую профессию – вожатый. И стал также выезжать на отлов. Сначала стажером, а сейчас уже профессиональным ловцом. Профессия, которой нет пределов совершенства. Предела здесь нет. И это работа такая, которая во многом зависит даже не от умений твоих, а от морального настроя, от, не знаю, от везения даже где-то, от вдохновения. Иногда может ничего не получаться, а иногда может любая собака ловиться. Каждый выезд – это своего рода мозговой штурм. Когда собаки подходят сами, таких они стараются не забирать, если она стерилизована и не агрессивна. А вот трусливых, и на этом фоне характера, проявляющие агрессию, однозначно отлавливают. Но сделать это порой не так просто. Таких собак, которые действительно нужно ловить, которые в большом количестве рожают щенков, постоянно доставляют проблемы этим людям, да, это интереснее. Да и там, конечно, стратегии всякие разрабатывать, потому что это же командная работа. Как зайти, откуда зайти, какие методы использовать, сачки, наркоз. То есть это гораздо интереснее. Еще в советские времена машина отловщиков, или как ее еще называли собачий ящик, вызывала у многих людей страх и ужас. Прятали собак, которых тогда было на улице городов единицы, потому что ловили сплошь и рядом и усыпляли жестокими методами. Сейчас, согласно 498-му федеральному закону, массово усыплять запрещено. Лишь отлавливать, стерилизовать, не агрессивных выпускать, откуда забрали. Но еще с тех времен к лапсам бродячих собак осталось отрицательное отношение. Хотя в наше время этот негативный стереотип вспоминается далеко не у всех жителей городов. Уж слишком много развелось бродячих собак. Некоторые сами вызывают. Некоторые, которые знают уже нашу работу, знают результаты нашей работы, относятся хорошо. Некоторые, которые плохо знают, соответственно, могут и плохо относиться, негативно. Ругаемся. Стараемся объяснять всем, что мы делаем, для чего мы это делаем. Находить общий язык. Несмотря на ежедневные выезды и отлов десятка особей, его чувство сострадания к бродячим сам не изменилось. Раньше он и представить себе не мог, что в его квартире будет жить дворняжка и не одна, и что станет ловцом. Сейчас у него их три, и все после отлова. Слишком добрые, слишком жалко. И что-то в глазах четвероногих и хвостатых было такое, что вызывало чувство большого сострадания и проявления большой нечеловеческой любви. У меня, по крайней мере, оно не то, чтобы притупилось, а наоборот, наверное, стало быстрее, потому что, когда ты не знаешь об этом, не знаешь всех проблем, которые с этим связаны, ты, естественно, не так к этому относишься. Когда ты все это видишь, когда ты во всем этом участвуешь, и тебе приходится придумывать, куда собаку-деть определить, которая никому не нужна, там где-то, что ее отравят, там убьют, еще что-то сделают. Конечно, ну, начинаешь даже более, наверное, эмоционально относиться к этому. Кому часто удается пристроить, кошку или собаку? Мы уже обсуждали, что это очень нестабильный процесс пристройства, плюс мы очень ответственно подбираем потенциальных усыновителей. Мы не отдаем обыкому, мы проводим инструктаж, как себя вести, что делать, как содержать животное. Именно, вот я, знаете, да, я понял, именно по количеству, допустим, кого больше берут, кошек или собак? Чаще берут кошек. Кошек. Ну, вот вопрос. Мы сейчас говорим о просвещении и активно обсуждаем тему, допустим, недавно вышедшего закона на базе, значит, губернской думы, который был принят. И вот там как раз есть такой пункт просвещения населения. Каким образом сейчас мы можем вот внедриться в эту работу и начать просвещать население? Что, ходить с плакатами или раздавать листовки? Как просвещать население об ответственном отношении к животному? А я могу рассказать, как это делаем мы. У нас есть несколько близлежащих школ, преподаватели которых часто водят к нам экскурсии. Преподаватели объясняют детям, что есть такие животные, которые оказались на улице без дома, они собирают какую-то благотворительную помощь для наших питомцев, приходят к нам на экскурсию. Мы подробно рассказываем, объясняем, как поступить, если ты нашел животное, хочешь ему помочь, что делать, как себя вести. Рассказываем о том, что животные — это маленькие люди, и их нужно любить, и заботиться о них. Они братья наши меньшие. У нас есть несколько постоянных наших таких школ, однако мы готовы расширять эти горизонты и принимать как можно больше людей подрастающего поколения, заинтересованного в том, чтобы узнать такую информацию. Ну, самый, как сказать, разгар лета, ну, уже скоро будет разгар лета, тем не менее, мы сталкиваемся с такой проблемой, это клещи и, соответственно, прививки от болезней, которые могут настичь собаку летом, да? То есть это и аденовироз, и ротовирусная инфекция, ну, или там собачий питомниковый кашель. Вот сейчас, в отсутствие тех прививок, которые были раньше, допустим, ну, год назад, чем сейчас обрабатывать собаку? Есть ли какие-то вакцины, которые безопасны для животных, и которые, в общем-то, могут предотвратить заболевания собаки? Ну, и самое главное, конечно, это сезон клещей. Начнем с сезона клещей. Да, у нас регион неблагоприятный по клещам, у нас их очень много, клещи переносят смертельное заболевание, пироплазмоз. Пропустить начальные стадии легко, а когда уже дошло дело до проявления симптомов, времени остается мало. Регулярная обработка необходима. Мы начинаем обрабатывать наших собак в марте, как температура чуть начинает идти в плюс, и вплоть до декабря. Да, сейчас появляются новые... А, до декабря почему так? Пока температура не уйдет в стойке минус, клещи могут продолжать свою работу. Ну, то есть, да, они как бы ищут домик для себя, да, для зимов? Да, да. Недавно мы столкнулись с санкциями, из-за которых препараты, ранее нами используемые, уходят с рынка. Появляется много аналогов. К счастью, наше производство не стоит на месте. Есть некие продвижки в этом плане, но пока мы придерживаемся все-таки старых препаратов, мы нашли способ, как их заказывать, где их находить. Да, это дорого и сложно, но лечить свою собаку от пероплазмоза еще дороже, сложнее, и не факт, что будет успешным лечением. А что, какие симптомы нужно знать владельцам собак и кошек? Какие симптомы, чтобы вовремя узнать, что эта собака заболела пероплазмозом? Это общая вялость, отсутствие аппетита, термометрия, повышенная температура тела. Самый такой красноречивый симптом – это моча темного цвета. Если вы заметили у своего питомца мочу темного цвета, бегом в ветеринарную клинику для сдачи соответствующих анализов и оказания первой необходимой помощи. Если человек приехал с дачи или приехал с природы, и у него собака, допустим, он снял с собаки несколько клещей, но как бы вот сомневается, можно там заранее пойти и сдать какие-то анализы? Нет, это не имеет смысла. Вы снимаете клещей и наблюдаете очень ответственно за состоянием животного. В день, когда вы сняли клеща и побежали сдавать анализ крови, он может не показать наличие данного вируса. А есть какая-то вакцина, которая предупреждает заболевание? Да, естественно, об этом мы и говорили. Препараты мы используем в таблетированную форму либо в форме капель на холку. Это те препараты, которые защищают от укуса клеща? Да, они защищают. А если, допустим, вот уже человек сомневается, что сработают его вот эти капли или там ошейник, да, и он может сделать какую-то вакцинацию еще от пероплазмоза предварительную? Эти препараты, они и защищают как раз-таки от пероплазмоза, их достаточно, но ни один препарат не дает стопроцентной гарантии. Бывают такие ситуации, когда даже обработанное животное может заразиться, они крайне редки, и поэтому мы все же за обработки. Какие вот люди сейчас гоняются за импортными известными препаратами? А что-то вот наше отечественное сейчас могут предложить? Или это все-таки в стадии такой будущей разработки? Или уже вот какая-то есть информация по этому поводу? Да, на данный момент на рынке появляется все больше препаратов нашего производства. разные отзывы о них, а в целом больше положительных. Поэтому, безусловно, можно найти это и в наших магазинах сейчас. Ну что же, большое спасибо. Наше время подходит к финалу, и мы завершаем эфир. Не забывайте собак и кошек обрабатывать от клещей и вовремя делать прививки. Берегите животных, и самое главное, делайте замечания людям, которые безответственно или жестоко относятся к ним. Напоминаю, на дворе жара. Не забываем оставлять воду у животных. Не закрываем собак в машинах, без щелей в окнах. Ну и, конечно, следим за состоянием здоровья ваших животных. До свидания. Мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова